доброе утро друзья вот чтоб вы не думали что я выдумываю вот так эта красотка сидит сидит целыми днями не знаю почему ей так удобно обормотка ох и мух окно открытое надо какую-нибудь москитную москитную сетку туда прицепить потому что там просто решетка и мух летит просто миллион и нужно липучек еще купить это так старая висела вот так чё ты вылазишь лети назад давай вот сядет и сидит паразитка и вот так же когда я там забуду она сюда залезет они вот так выходят и она с ними идет гулять по проходу все сейчас пойдем гулять вот так загадили весь загончик сейчас пойдем гулять вот эти утка лазила дрыстанула сюда поросяткам жарко еще не убирал у них сегодня но у них им жарко не ложатся прям в мокрое двери окна все на распаску так что ну как бы ничего другого сделать не могу единственное что я хочу это купить вентилятор там он стоит вентилятор старый но ему уже хана и он не рабочий нужно купить такой же вентилятор и просто на всасывание воздуха чтобы сюда свежего воздуха больше тянуло на улице теплота так что будет просто свежий теплый воздух вы мне пишите читаю комментарии что цыпленочек пропал потому что там тесно не знаю как то ну да вроде ж не тесно как бы свободненько или или это тесно мне кажется в клетках цыплята сидят не с меньшей плотностью если сам по себе цыпленок крепкий то ничего ему не тесно сейчас давайте налью не нойте уже не ранее утро не думайте это я не первый раз лью воду и корм уже насыпал мы уже и в огороде мы как бы не успеваем с посадками пока артемка спал в плане главное вы нянчила мы с мариной только что посадили кукурузу спаржевую фасоль и арбузы арбузов засадили точно так же как и позапрошлый год очень очень много ну вот так а сейчас будем сейчас пойду гусяток чуть-чуть попасу но сначала пошли к инкубатору там гусятки выводятся конечно произошло так как я и хотел но пока не со всеми я с утра это вот они только вылезли с утра с утра они только крутились но только начали прокручиваться смотрите как получается не знаю кто из какого яйца я видел но я уже не вспомню это не важно этот я немножко сейчас устанавливаю телефон и вам покажу вот это я немножко вот здесь ковырнул и у него он подсыхает в скорлупе так сейчас я закрою что вы пришли вы слышали гуся он подсыхает то в яйце и он не прокрутиться сам его нужно будет доставать но вот он не он еще кровит видите то есть я не могу его еще достать как бы он еще сидит вот это яйцо а тут проклюнуто тут все хорошо я лезть не буду здесь точно гусят услышали здесь живой гусеночек тоже все порядке вот этого я тоже вчера гаммульчика не пустил воздуха живой живой все то есть четыре в порядке два вывелась вот это яйцо здесь усенок стучит но где-то через часов шесть если он не проклюнется короче может не ждать может ну его вот это ожидание сейчас будет отлучиться а он не успеет проклюнется это задохнется сейчас я посмотрю делать тут пустота все вот тут пустота просто чем угодно берете что-то острое и вот так делаете знаете как бы яйцо все в один день один день же закладал или подкладал может он еще не проклюнулся потому что я чуть чуть позже подкладал но короче вот эта процедура что я сейчас делаю она никак ему не навредит потому что тут воздушная камера все вот такое масенькое масенькое отверстие чтобы сюда заходил воздух теперь гусенок никак не задохнется этого я пробить не могу он еще не вытянул клюв в воздушную камеру то есть этот просто лежит ну а вывелась как и прошлый раз это в папку пуповина хорошо втянулась вот такой гусеночек но я имею ввиду белый и вот такой абсолютно не похожий на мамуто серый гусеночек вы видите пуповина тоже плюс-минус хорошая прям серый не такой как маму светлый а вот это то о чем я говорил что все таки как бы при скрещивании а это скрещивание при том гуси породные мамуты а гуси мне сказали линда но есть вероятность что он не такой уже и линда понимаете что возможно он там еще с кем-то намешан потому что как для линды он очень мелкий он очень мелкий не потому что там он я так считаю а линда она по размеру до 12 до 13 килограмм настоящая линда вот она такого веса а 13 килограмм гусь это он должен быть в два раза больше мои гусы а он в два раза меньше ну как бы я не то что там хочу обхаять кого-нибудь а просто говорю как есть поэтому получилось вот такое но это не значит что маленький он будет потому что потому что гусыньки то большие яйцо крупное и гусенок будет такой же ну вот друзья чтоб вы не думали что я наговариваю но если мои гусыньки около семи килограмм может восемь то есть я не могу сказать что они прям супер большие вот если они килограмм восемь то он меньше понимаете то есть он меньше от них по размеру да шея у него длиннее а туловище маленькое то есть он если и плюс сейчас же он худой в нем если есть пять килограмм я не знаю то есть то это хорошо для него так что никакой он не линда потому что линда если бы он был линда он бы был капитально побольше гусынь а так а так ну молодец работаешь работаешь я тебя хвалю ты молодец ну ты не виноват что ты такой а работаешь хорошо да шею как поднял гордый какой гусь да молодец думаю и объяснять не надо какая гусынька не несется да вот вот эта гусынька ее никто не топчет она и не несется вот на переднем плане у нее смотрите не вырвано перо на голове а у тех вон такие уже у всех троих вон большие залысины то есть видно что они несутся ты будешь нестись или нет или тебя надо будет отправить куда-нибудь на теплые края полетишь в виде типа духовки знаешь такую страну ну вот так все ждем 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 гусяток всех остальных и тихо не орите и смотрите деревья же цвели очень очень сильно очень цвели потом они абрикосы заболели манилиозом и все равно даже даже при этом несколько абрикосинок абрикосинок на дереве есть вот если вот сюда посмотреть на это дерево так тут вообще хорошо что хоть оно все лысое и посохшее то абрикоски абрикоски вот все равно встречаются вот видите какие вот то есть абрикоски так себе съесть там вон выше есть и там вон ну такое килограмма два можно будет сорвать тут очень вкусная абрикоса жалко конечно но как есть пепка отдыхаешь ну ладно пошли гусей пасти вот такие все в два яруса не вмещаются не вмещаются вы мне много попишите чтоб я их просто выпускал и пусть бегут во первых тут ступеньки они перепуганные ну как перепуганные будут здесь тут вот гуси мои малыши боятся так что вычискать тут их не вариант это первое во вторых вот и даже здесь кстати сейчас пусть посидят ящики я вам покажу вот вот этот мой тэппинер который я купил вот я уже его опробовал это такой вот такая вот штука для подвязки винограда работает очень легко вот такая вот у него технология раз и готово понимаешь вот так такая лента и скоба и вот все вот такая вот шикарная штука заряжается тоже очень легко вторым движением раз и готово то есть и делаешь повторяющую процедуру раз и готово вместе с ним идет десять десять вот таких лент ну вот которыми подвязываешь и десять тысяч скоб вот так я его заказал за девятьсот гривен есть чуть чуть дешевле есть в разы дороже по две тысячи по две с половиной по три не знаю есть ли разница может в качестве металла и пластика но ну нет две с половиной тысячи было жалко отдавать за такую штуку так что как то так ну а пробовал я вот сейчас вам покажу так как виноград стойте никуда не уходите а у вас и не получится тут их выпускать тоже страшно не дай бог сейчас набежат и виноградину лозу какую-то сломают вот смотрите пробовал к пеньку лозу прикрутил один место вот второе вот третье к пеньку почему потому что сейчас ветер дунет и и побег молодой сломается пока он молодой он слабый и крепление у него вообще слабенькое поэтому вот так только что тут там чуть чуть прошел прям страшно потому что кусты мы реанимируем и если еще пообламывается лоза которая выпустилась короче кустам хана будет вот так нужно будет вот это тоже вот оно не надо потому что сильно много лозы не нужно оставлять вот такая слабая тоже не нужна нужно будет зеленую обломку поделать ну короче это тоже все потом постепенно короче слежу вот тут тоже точно так же как и там тоже вот прикрепил прикрепил и лозу прикрепил к самому побегу сухому а вот эту уже прикрепил вот к первой проволоке ну чтобы чтобы не шаталась и так же не обломалась короче короче попробовал все будет нормально вот так ну и тут и тут точно так же она подросла это для того чтобы пока дорастет до первой проволоки чтобы ветер не сломал мне молодые побеги с которых мы будем формировать новый куст уже на следующий год а гусей страшно там выпускать они же такие бешеные давай давай детки давай девки давайте оп бешеные и бегают могут вот так набежать и ну типа побегать побегать шустренько и сломать мне вина вот так вот так вот так побегать да пошли пошли покажем пошли тетям и дядям покажем огород наш пошли детки пошли идем мои хорошие идем вот эти ж трубы нужно тоже побелить но мне сейчас нужно отлучиться по делам а это займет у меня часа четыре так что я не знаю возможно сегодня не успею тут вот тоже лозу пристегнул к проволоке нужно еще нижнюю проволоку натянуть ну будет нормально идем идем девки идем пошли мои хорошие пошли вот это лезет сейчас молочай руси очень любят молочай ну давайте давайте жрать молочай вот он это ваша любовь на будущее на о вкусно не понравилось или понрав понравилось молодец на это курячая слепота вам не нужна фу хотя вышли на вот это вкусняшка а ну понравилось кушай молодец молодец на распробовала видите распробовала они визуально тогда понимают какую какую траву они едят когда начинает расти перышки над крылом и под крылом тогда интенсивно начинает расти крыло когда начинает расти крыло очень нужно организму кальций потому что на формирование пера и костной ткани нужно кальция много обязательно в это время нужен мел трикальций фосфат или обычный обычная горная порода мел ну то есть как бы в этом проблемы нету добавляйте потом потому что потом вы мне начинаете писать в комментариях у гусяток начало расти крыло и из-за слабого костяка и еще из-за слабого из-за слабой мышечной ткани то есть нужен мел и нужен белок в организме очень много белка и начинает расти крылышко вот оно увеличивается в размере на нем появляются вот эти пеньки с которых потом в дальнейшем вырастут перышки и под тяжестью под слабостью мышечной мускулатуры и костной ну и скелета крыло обвисает у гусенка перо растет и крыло вот так висит и люди пишут что с моим гусенком он заболел или что крылышки обвисли нет это нормально в дальнейшем когда крыло дорастет до хвоста по размеру гусенок его подберет это крыло и такие вот они ходят выглядят как будто какие-то слабенькие на самом деле это не страшно но это неправильное кормление птички так что вот так не жрите что пропало жрите молочай это вкусно вот на попробуй на на дурная вот это попробуй ты думаешь я тебе что то плохого посоветуй это вкусно ешь Ешь. Ты что, меня не слушаешь? Я вас что, плохо воспитаю? Я вас плохо воспитаю, что ли? Ты обниматься идешь? Все. Ой, это кошмар. Нельзя так к ним привязывать. Нельзя. Пошли. Пошли покажем тетям и дядям огород. Идем. Пошли, мои маленькие. Пошли. Колючки. Они любят вот эти колючки. Будете кушать их? Нет? Мне нужны новые сапоги. Нужно купить. Смотрите, какая красота. Видно на пятке? Это я вот так наступил и оторвал. Ну, был сапога, оторвал себе. Типа в резиновых сапогах, чтоб ноги не промокали, да? Идем. Пошли покажем огород. Пошли, мои хорошие, пошли. Короче, лук вылез полностью. Не знаю. Видно уже. Видно. Картошка тоже начала лезть уже, ну, как бы появляться. Посадили спаржевую фасоль. Там получился рядочек. И посадили, не знаю, видно, наверное, да? Вот тут по центру вот такая вот середина большая. Вот этот большущий кусок. Ну, я не знаю. Возможно, где-то три сотки. Три сотки арбузов посадил. Знаете, есть такой анекдот. Посадили 10 гектар пшеницы. Мыши сожрали. На следующий год посадить... То есть в прошлом году посадили 10 гектар пшеницы. Мыши сожрали. В этом году посадили 20 гектар пшеницы. Мыши сожрали. Давайте на следующий год посадим 30 гектар. Пусть подавятся, да? Вот так и в моем случае. То ли вороны, то ли фазаны. Кто тут у меня жрал арбузы в 21 году? Половину арбузов. Реально просто половину съел. Из того объема, который мы в конце собрали, а вы видели, мы гору такую прям огромнейшую собрали арбузов, то это прям очень много. Больше тонны арбузов перегрызли мне то ли вороны, то ли фазаны. Ну и в этом году я придумал, будет все в сетке, притеняющая сетка. Короче, буду закрывать. И еще вот посадил вот так прям вокруг арбузов два ряда кукурузы. То есть вот эта сетка, которую я хочу купить, она мелкая, тонкая такая, капроновая сетка. Просто прям вот так кабельными стяжками прикручу прям к кукурузе и будет как забор. Эта сетка недорогая. Вы скажете, что если это вороны, так они шлетают. Это я тоже учел. И будут арбузы накрыты притеняющей сеткой, которую все покупают. Она не одноразовая. Пусть будет. Если что, потом будем что-то притенять во дворе или еще что-то. Или складем будет на следующий год. Ну, как-то так. Так что, конечно, еще очень много пустой земли. Еще нужно посадить фасоль. Фасоль тоже не к спеху. И еще есть кукуруза и попкорн нужно посадить. И еще, короче, там нужно еще тыкв досадить. Это тоже никуда мы не опаздываем. Мой месяц большой. А помидоры будут вот там. То есть, вот там, возможно, будет капуста. Там или перец. Ну, короче, еще все успеваем. Никуда не опаздываем. Я садил кабачки вместе с вами. Тут сколько прошло, да? Совсем недавно. И вот сегодня идем, идем, идем показывать. Еще мы не все показали. Идем, идем. Совсем же недавно садили, да? Вот, смотрите, какие одуваны тут большие. Жрите одуваны. Давайте, девки. Яблочки уже какие. Только вроде цвели, да? Вот так. Вместе с вами садил и огурцы. Так, тик-тик-тик. Нет, в огород вы не ходите. Нет. И кабачки. Ну, вот тут первые. Это те, которых были там несколько семечек из посылки. Так, так, так. А ну-ка, ж оттуда-сюда. Лук сожрала. Ах ты, паразитка такая. Тут, короче, с гусями нельзя. Кабачки уже все вылазят. Вот кабачок. Я не знаю, видно? Вот кабачок. В следующей ямке все лезет. Вот тут спаржевая фасоль. Она тоже. Прямо как все быстро. Да? Так. А вот тут ряд огурцов. И они тоже вот так прям сверху, если заглянуть, то они уже прям вылазят. И фасоль вылазит. Все прям быстро. Все показали? Вы давай... Эй, вот это, видите? С гусями никуда нельзя. Пошли назад. А огурцы, короче, там тоже. Где-то быстро уходим. Быстро! Быстро-быстро! Короче, все сходит. Ой. Ну, а вот эта часть, это будут помидоры. Они у меня тут и были. Но это было, знаете, 22-й год, его как будто нету. Потому что даже с Мариной мы сейчас садим арбузы. И она говорит, в прошлом году тут были помидоры. Говорю, нет, это уже было прозапрошлым. Ну, вот так. Идем, дырехи. Идем. Вот, смотрите, какие одуваны. Вот. Та вот же ж молочай, смотри. Это ж твоя любовь. Что с зубами? Беззубая, что ли? Шеи, 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 девочка. Вот так. О. Смотри. Березка. На. Березка. Это тоже вкусно. Ешь. Ешь. На. Нет. Пушистики. И сливы тоже. А сливы тоже будет много. Абрикосы, вот эти, которые в саду пять штук, они не так сильно, не так сильно болели. Как бы, вот видите, листок весь на месте. Если те во дворе прям полностью, то здесь листок целый. И тоже местами где-то есть такие, тут крупные прям большие абрикосы. Местами они есть. Сливы много. Короче, полный сад. Да? Все проверили? Вы тут не пролезете. Тут вот это, его нужно покосить сорняк, который, колючки цепляются к ногам. Это нехорошо. Пошли назад. Я с них не могу. Они за мной бегают. Это с ума сойти. Притом, их даже звать не надо. Пошли, пошли. Пошли, детятки. Как долго это будет продолжаться? И большие будут. Я не знаю. Вы не будете виноград грызть? Пойдете ровненько за мной? Смотрите, когда прополото и пролито, прям каждый куст видно зеленый, да? Вот так идем ровненько по дорожке, по дорожке. Вот так. Вот такие кусты распускаются прям. Красота. Слушайте. Слышно. Отлично. Идем, идем. Вот это мне нравится. Вот тут будут самые большие грозди винограда. Вот две штуки. Обе останутся. Нет, идем. Конечно, так как кусты выпускают новые побеги, то не все побеги будут с виноградом. То есть это не прошлогодняя вызревшая лоза. Это такое, знаете, побеги самосохранения. По-другому их не назовешь. Ну и они могут быть без винограда. То есть, чтобы вы понимали, вот видите, это же лоза, и вот на ней побеги. Вот на таких молодых побегах виноград, грозди есть. А когда вот так из корня, то в основном это лоза для восстановления куста. Ну, скорее всего так. Поэтому фазаны где-то закукарекали. И взрыв было слышно только что. Ладно. Ну, вот так. Все. Побегали детвора. Будете пастись? Вы молодцы. Все показали. Все показали. А что это карман у тебя на шее будет? Покажи. Покажи шею мне. Или что за шишка? Что за шишка у тебя на шее? Все нормально? Смотри мне. Все, все, вы все показали. Весь участок. Молодцы. Пасемся, пасемся. Они сейчас тоже набегались кругами. Сейчас сядут возле меня и будут лежать, да? И что вы всегда за спину прячетесь? Прячете, чтобы я вас защищал. Ага. С меня так себе защитник. Какой пушистый, да, стали? Ну, как бы вот этот пух белый пророс. Красота. Когда? Второго вывелись, да? Второго числа. Это что получается? Вот я так долго собирал яйцо? Не может быть. Почему так долго? Может я... Короче, тогда я тоже не помню. Это получается, у меня 8 пустых яиц. Может быть, даже не только из-за того, что гусь плохо работал, а из-за того, что я очень долго собирал яйцо. Я как бы... У меня очень, очень много, как бы заданий на день, ответственности и дел, что я ничего не помню, ничего не держится в голове. И получается, что второе яйцо я собирал... Ну, вот сегодня уже 19-е, а эти вылупились 12-го. Ой, второго. Это 17 дней. Ну, так же... Так и получается. Это значит, что яйцо пуст... Негодное 8, половина яиц. Не от того, что я... Что гусь плохо работает. От того, что очень долго дней собиралось яйцо. Скорее всего. Получается, да. 15 яиц Тани, когда я отправлял, неслось 3 гусыни. И я быстрее насобирал. Поэтому там 10 яиц за родышем. Вот так. Все, набегались детятки, да? Так, вы сейчас еще и упадете, да? Вот так. Какие вы пузатики большие. Большие пузатики. Ну и что вы пришли? Привезли почвенный гербицид. Это хорошо. Возможно, завтра поедем в поле сеяться. Так что вот так. Уже посеяться, да. Накрыть гербицидом. И все. И с полями... Ну, с посевом на этом все. Нужно будет доделывать, подготавливать. Подготавливать остальные участки полей для озимой пшеницы. Но, как бы, все-таки нужно чередовать же посевы. Поэтому те поля, которые останутся, они не все будут засеваться пшеницей. А некоторые поля нужно подготовить, то ли чизлевать поля, то ли просто дисковать. Короче, еще не знаю. Подготавливать под подсолнух на следующий год. То есть, как бы, этот участок, который в этом году будет с подсолнухом, его нужно будет после уборки урожая, как бы, обработать и сеять по нему пшеницу. Так что... Фазан орет где-то. Так что, как-то так. Обойти нет, только надо перелазить, да? Да, не надо обходить. Если вы грызете сапоги и штаны, то зачем я вас выпускал на улицу? Можно было мне сесть у вас в загончик, и там бы и погрызли штаны. Угу. Да? Валенки. Сегодня я куплю себе новые сапоги. Ты что мне на шею прыгаешь? Что ты мне прыгаешь на шею? А эти вам, а дам, ешьте их. Вам нравятся, смотрю, да? У вас зубы режутся, что ли, а сапоги как грызунцы, да? Траву ешьте. Траву. Валенки. Валенки. Через неделю я вас уже не вынесу. Нужно будет в ящике по одному переносить. Да. Пушистики. Хорошая. 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 Давай клюв мне. Угу. Такие ручные я давно не помню. Я не помню давно таких. Ну, они-то все такие. Но вот так, чтобы я мог сделать гусенку массаж, или вот так придушить, вот такого не было, да? Валенки. Вы, мои маленькие. Все. Стали толстыми. Это, смотрите, по породе у них. И у них появились вот такие складки на пузе. На брюшечке. Какие? Какие стали вот. Он тоже, видите? У всех, у всех такие жирные складки. Жирные складки. Ох вы, валенки. Валенки. Залазь на ручки. Давай, будем обниматься. Залазь. Залазь, давай. О. О. Садись. Нет. Оп. И еще, знаете, вы должны понимать, что вот гусенок растет, и он сначала растет коробок, то есть по-другому это не назовешь костяк, а потом, потому что они очень интенсивно, мышечная масса не может угнаться за костной системой вот этой. Костяк вот такой вырос, и гусь получается вроде большой, при этом легкий. То есть нужно очень хорошо, то что ты кусаешься? Очень хорошо гусей кормить, чтобы они одновременно были и толстые, и большие. Так что он такой вырастет огромный, а потом с тем же объемом, ну то есть размером он наберет мышечную массу, и будет в два раза тяжелее. Гусям, как говорят, то типа в два месяца можно резать. Можно, но это такое. Гусю нужно месяцев шесть, как минимум. То есть он должен перелинять по лету, то есть он вырастет, перелиняет, и в зиму начнет обрастать. И вот тогда можно гусей убирать на мясо. Вот так. Все, у вас уже шесть, уже два вам вывелось родственника. Парочку деньков. Три дня они посидят в этом, в брудере, с цыплятами даже, ну как бы ничего в этом нету. А потом будут вместе с вами их брать сюда на травку, и они будут с вами пастись. Траву жри, валенок. На. А сам не можешь сорвать, да? На. Ну, есть мозги у этих ребят? Забрал, забрал. О, забрал. Все, все. Покажи, какие у тебя складки на пузе, а там покажи. Вот так, вот так. Шо? 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 Оп. Какие пушистые стали крылышки, да? Ой, какое крылышко красивое. Такие ручные я не могу. Ручные. Ладно, друзья. Я тут еще посижу. Минут двадцать, ну. Уже пора заканчивать съемочку, да? Да, ребятня? С ними ничего и не поделаешь. Вот можно бы клубнику прополоть, но они ж полезут-то. Поперед меня полезут в ту клубнику. Скажи, а что нельзя? Скажи, ты ж пошел и я, да? Так, вот и следим. Будут перья белые, будут перешки у них белые, или будут лезть коричневые. Пока не ясно. Еще нужно несколько дней подождать. И при том, вот этот светлее, а вот этот потемнее, да? Будешь белый, или будешь не белый? Короче, посмотрим. Все, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. Какие ручные? Что с вами делать? Надо будет вас продать. Куда-нибудь, кому-нибудь. В хозяйство, да? Лепешки. Ой, 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 ой. Иди, иди туда в кучку. Иди, ложись, ложись вот так. О, ложись. Ложись. Вот, молодец. Отдыхайте. Все, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok